Всем привет, дорогие мои! Простите, что опять с телефона. Ну, так получилось, да? Компьютер сломался, отправили на тестирование вместе с камерой. Основной рабочий компьютер, на котором я работаю, конечно, у меня он не один, да? Ну, вот основной он уехал. И это, кстати, очень в жилу сегодня той теме, о которой буду я сегодня говорить. Обыски. Вчерашние обыски Алексея Анатольевича Навального в офисе ФБК. И вот что для меня показалось странным во всей этой истории с обысками. Смотрите, днем проходят обыски. Выносят всю технику, вытряхивают весь офис, забирают оборудование там или ломают. По крайней мере, они так говорили, что у них ломали оборудование. И тем не менее, в 20 часов, в 10 минут, Алексей Анатольевич Навальный, как обычно, выходит в прямой эфир. Да, я могу предположить, как и вы, что они уже готовы к этим всяким разным обыскам, которые проходят у них с завидным постоянством. Послали человека купить там новые компьютеры, купить там новые камеры, бла-бла-бла, все это настроить. Я вам скажу, как профессиональный телевизиончик, так не бывает. Потому что, вот простой пример, когда на Крик ТВ, с которым я сотрудничаю, полетел основной пульт, по сути, мозги студии. То только на то, чтобы все это дело по новой перей коммутировать, ушло дня три, по-моему. Там миллион проводов, их просто надо переткнуть, понять куда. Вот дня три у нас этим технари занимались. Затем, для того, чтобы отстроить всю эту студию, потому что разные программы в ней пишутся, под разных ведущих и так далее, еще дня два ушло. Алексей Анатолий все это сделал, ну, его технари все это сделали в считанные секунды. Ну, так не бывает. Хорошо. Предположим, что у них не такая уж там и студия великая. Ну, простой пример, вот почему у меня сегодня компьютер увезли на тест с камерой. Я недавно купил, да, новую камеру, новый микрофон, новую программу установил к себе на компьютер. И когда мы только все это купили и установили, мы тестировали часов, наверное, пять. Все это дело, и в конце концов, когда я вышел в эфир, все равно в эфир получился с косяками. Именно поэтому вот все железо уехало на тест, отправило его специалистам, чтобы они сделали все как надо. У Алексея Анатольевича без всяких косяков все нормально. Третий момент. Хорошо, давайте предположим, что у них есть какая-то секретная резервная студия, которая предусмотрена на такой случай, из которой они вышли в эфир. Слушайте, а ФСБшники, они дураки, что ли? Они про все офисы нычки Алексея Анатольевича знают, а вот про эту секретную резервную студию не в курсах, они идиоты. Вполне себе очевидно, к чему весь этот джаз. Вполне себе очевидно, по моему идиотскому мнению, что все эти обыски были срежиссированы самим Алексеем Анатольевичем. Дело в том, что мы все сегодня уже знаем, что вышло очередное расследование в отношении банкира Костина. И, видимо, заказчик этого расследования, я ни в коем случае не оправдываю сейчас банкира Костина, я считаю его жуликом, мошенником. Да и правильно делают ребята из ФБК, что копают в отношении таких людей. Но то, что у расследования был заказчик, это вполне себе очевидно. Может, там сливается такая информация, которую просто вот так вот на дурака не найдешь. Несмотря на все сверхспособности ребят из ФБК, скорее всего, вот этот вот заказчик попросил, чтобы шумихи вокруг этого расследования было никак не меньше, чем вокруг расследования «Он вам не Димон». Вот и все, приплыли. Сначала подняли шум, забрали Шамсуддинова в армию, они давай орать, похитили у нас человека, хотя людей в армию забирают через день и каждый день по всей стране. И ребята из ФБК в этих случаях не орут, что вот человека похитили, отправили служить на новую землю, ну и что? А вот когда я служил в армии, да, многих ребят отправляли служить вообще на войну на Северный Кавказ. Никто тогда не орал, никто не знает, куда тебя распределят. Но это не суть, это хрен бы с ним. Вот эти вот все события предшествующие, это, видимо, они должны были стать пиаром для этого фирма. Я не против ФБК. Ни в коем случае. Я не против Алексея Анатольевича. Они молодцы, пусть даже как угодно, пусть даже под заказ делают какие-то рассветы, но они делают, да, хорошие, грамотные вещи. Методы мне не нравятся, потому что вот эти вот методы мне напоминают методы другого человека, которого мы все хорошо знаем. И, в общем, вот это меня не очень устраивает. Хорошего дня!